25 января православные христиане вспоминают мученицу Татьяну, а также с ней в Риме пострадавших. Святая мученица Татьяна родилась в Древнем Риме от знатных родителей. Отец ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином и отличался богобоязненностью. И свою дочь, святую Татьяну, он воспитывал в благочестии и страхе Божие и научил ее божественному писанию. Когда святая Татьяна достигла совершеннолетнего возраста, она восхотела проводить свою жизнь в девстве и целомудрие. Невестой была она Христу. Пламенея к нему любовью, она ему единому служила и день, и ночь, молитвою и по стадию. Православная икона святой Татьяны Великомученицы с древних времен считается чудотворной. На ней изображена молодая девушка, в правой руке она держит крест, по нему можно догадаться, что девушка была мученицей. И, как известно, девушка стала первой женщиной, которая могла участвовать в богослужении. До нее сан диаконисы могли принимать только священники-мужчины. Святая Татьяна стала покровительницей Московского университета, так как именно 25 января, 12 января по старому стилю, 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об его учреждении. И во имя Татьяны был освящен университетский храм и открыт он был в 1995 году после 80-летнего перерыва. Если, например, у вас возникает вопрос, икона святой Татьяны в чем помогает, то для того, чтобы знать ответ, нужно понимать, что святая Татьяна прежде всего покровительница образования и студенчества. С молитвой могут обращаться любые абитуриенты. Она всегда поможет сдать вступительные экзамены, преодолеть страх. Ну и также, конечно, святая Татьяна является покровительницей и заступницей самих всех Татьян, потому что если у вас такое же имя, то не помешает иметь свою именную икону в красном уголке. И такую именную икону вы, конечно же, можете приобрести в любом православном храме. А еще в народном календаре говорится о том, что в старину наши предки на день святой Татьяны обычно свивали клубки и пряжи как можно туго, покрупнее. Делалось это для того, чтобы качаны капусты уродились в этом году тугими и крупными. И в народном окружении считается, что женщина, которая родилась в этот день, она будет хорошей хозяйкой. В народе говорят, Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод умеет водить. Слова молитвы святой мученицы Татьяне я оставлю вам внизу в описании под данным видео. Пусть данные знания для вас будут только самыми добрыми. До новых встреч!